Всем привет! Я знаю, что сейчас многие напишут о том, что мол, что это наша нетрадиционная, традиционная, еще что-то. Но мы же, мой канал все-таки направлен на то, чтобы развивать ваши гастрономические предпочтения. Обязательно сделайте рецепт гаспачо, потому что это очень вкусно. Кто был в Испании, знают, что это за блюдо. Это традиционный суп из свежих красивых красных томатов, именно из свежих. Черствый хлеб, огурец, немножко перца, зелень. Все, и приправки. Я его делаю немножко по-другому, вот по-своему. Я был в Испании два раза, и хочу сказать, что где бы я ни пробовал гаспачо, но я его, в общем, расцениваю немножко по-другому. Понятно, что это крестьянский суп, понятно, что раньше не было блендеров никаких. Сегодня-то есть блендеры, сегодня крестьяне живут по-другому. И томаты красные, настоящие, вкусные. Давайте начнем, и параллельно я буду все это рассказывать. Значит, конечно, по идее, надо бы взять все овощи, скинуть в блендер, пробить. Но, я скажу так. Мне не нравится, когда томаты пробиваются со шкуркой. Поэтому предлагаю очистить томаты от шкурки, а потом уже все вместе это, так сказать, превращать в гаспачо. Я специально в магазине сегодня по акционной цене купил такие перезревшие томаты, мягкие уже, которые долго хранить нельзя, некоторые лопнувшие. Из них получается, как правило, самый вкусный гаспачо. Поэтому нужно иметь острый нож, для того, чтобы их не давить, а резать. Ну и, соответственно, я предлагаю их быстренько разделать. Томаты для гаспачо обязательно должны быть вкусные. От этого зависит вкус самого гаспачо, потому что, так как томат у нас является основным ингредиентом, базовым. Поэтому, будьте добры, но, а давайте сразу вот сюда. Видите, у меня не блендер, а кутер Starwind. Ссылка в описании, интернет-магазин, там есть всяких гаджетов, полна-полна коробочка. Я использую для гаспачо именно кутер, а не блендер. Блендер очень сильно взбивает. И делает массу белой. Любое взбивание делает массу светлее, чем она была, чем помидоры есть на самом деле. Но, все-таки, кутер оставляет структуру. Когда я делаю гаспачо не дома, ну, где-то, где нет электричества, или я не всегда с собой таскаю блендер, и не у всех он есть дома, я использую терку, крупную терку. Для того, чтобы оставить текстуру томатов. Когда томаты очищены, а очищал я их именно руками, почему? Каждый раз повторяю, так быстрее, чем кипятить воду, чем их окунать, охлаждать, чистить, резать. Так быстрее. Теперь сюда, что мне нужно? Во-первых, черный перец. Ну, в моем случае, это смесь перцев. Не жалейте. Ну, то есть, я не жалею и вам рекомендую. Соль. С солью аккуратнее, чтобы, ну, потом всегда можно добавить. Чеснок. Чеснок, маленький зубчик. Во-первых, потому что без чеснока нельзя. А во-вторых, суп вкусный. И вот знаете, это, наверное, единственное блюдо, где чеснок не обрабатывается. И его не охота, а много. Иначе будет прям сильно чесночный. Также сюда я добавляю бальзамический уксус. Но хочу заметить, что в идеале нужно добавлять хересный уксус. Потому что херес, это традиционная испанская история. Ну, у меня есть 15-летний бальзамик, который мне подарили на выставке. Один дедок, который сюда, в Россию, возит его. Возьмите любой обычный бальзамический. Хересный, он чуть светлее. Да и бальзамический бывает, знаете, совсем бывает такой чуть ли не прозрачный. Можно немножко красного уксуса сюда добавить. Ничего плохого не будет. Наоборот, супер. Дальше. Вот у меня стебелек сельдерея. Здесь есть вот макушечки. Вы знаете, весь я его туда отправлять не буду. В смысле, в блендер. Но вот эти макушечки, чтобы выровнять, я отправлю. Во-первых, вкус будет изнутри, потом еще сельдерей добавлю позже. Значит, если вдруг у вас нету чили перца, добавьте табаско. Но я, например, привык добавлять табаско всегда вместо чили перца. Потому что там уже есть уксус. А уксус обязательно должен быть в гаспачо. Это очень важный элемент. Кислота должна, кислотность должна быть довольно высокой. Теперь оливковое масло. Безусловно, в Испании, испанцы, поклонники оливкового масла. Много не добавляйте. 50 мл вот на этот объем. Этого будет достаточно. Потом при подаче можно будет еще полить. Если будет много масла, при взбивании масло тоже лишает цвета. Оно удерживает влагу, влагу говорю, воздух. И появляются маленькие-маленькие пузырики. И глазом не видно, но из-за этого меняется цвет. И чуточку лука. Белую часть. Зеленая часть меняет тоже цвет. Чем больше зеленых ингредиентов вы добавите внутрь, тем хуже будет цвет гаспачо. Небольшое количество белой части зеленого лука тоже для того, чтобы все это не выбелялось. Теперь нужно поставить маленькую скорость. И не на турбо режиме, а на обычном. В ресторане, конечно, мы не заморачиваемся такими медленными шажками. Это домашняя история. В ресторане все скидал, взбил. И, как я уже сказал, цвет массы становится светлый. А бывает даже, что вот такой вот, как книга. Такая рыжая. Так вот, в ресторане для того, чтобы повысить цветность, добавляют туда пробитые томаты пилати. Или красят томатным соком. Томатный сок яркий, и цвет поднимают. Здесь я не использую доп. ингредиентов, только для того, чтобы сделать максимально вкусное домашнее гаспачо. Все, видите, в принципе, уже там пробилось. Яркий цвет. Это цвет томатов. Но только в том случае, если томаты такие. А если у вас все-таки пластик, или на огороде, если у вас сорт такой, белые томаты. Из желтых, кстати, томатов тоже может быть желтый гаспачо. Из черного принца может быть прикольный черный гаспачо. Это, кстати, идея. А я что-то об этом не задумался ранее. Это можно из этого прям делать в меню сезонное вводить. Черный гаспачо. Добавлять чуть больше бальзамического, не только уксус, но и крем. Подкрашивать еще, усиливать черный цвет. Будет прикольно. Так, идея супер. Сам придумал, сам рассказал. Кто-нибудь использует, а я тоже. Класс. Не хватает. Соли. Все, достаточно. Так, у нас тазик. Беленький, красивый. Из тазика льем гаспачо вот сюда. Давайте возьмем ложку для того, чтобы не разбрызгивалось. Все равно разбрызгалось. Все. Мы же не в ресторане, у меня дома. Дальше вот какие у нас телодвижения. Огурец кубиком. Огурец кубиком. Сейчас гаспачо в ресторанах вообще по всей России настолько популярен, что можно встретить гаспачо из желтых томатов. Я уже говорил. Можно встретить гаспачо с клубникой. С добавлением арбуза, потому что он тоже красный. Можно встретить гаспачо из клюквы. Как тартар, знаете, вроде бы блюдо мясное. А люди его так повара разобрали, что теперь уже можно встретить тартару с клубники. Ну, какое само понимание тартара, как мясного блюда и клубника, ну, вообще никак не вяжется у меня. Но, тем не менее, мы, конечно, используем эти все штуки. И ничего страшного не произошло. А люди с удовольствием, посетители, клиенты, гости с удовольствием едят. Хвалят, говорят, да-да, молодцы, молодцы, молодцы. Огурец, болгарский перец. Гаспачо всегда делается с болгарским перцем. Я, честно признаться, не люблю, когда болгарский перец пробивается внутри. Он дает такую странную, знаете, как бы, на мой взгляд, он портит вкус томатов. Томат сам по себе гораздо вкуснее. И вы меня наверняка поддержите, что очень мало людей, кто сырьем ест болгарский перец. Ну, реально мало. А вот, кто ест томат? Каждый. Каждый из вас ест томат. За исключением тех, у кого аллергия на томат. Или непереносимость. Или просто не нравится. Но таких я в своей жизни встречал единицы. Единицы. Так, сельдерей. Это был стебель сельдерея. Потом обязательно, значит, сюда я добавляю пару стебельков лука. Колечками нарезаю. И немножко, знаете, у меня есть, это экзотический вариант, как вы говорите, перо из жопы единорога или что там, ясовый какой-то. Вот это вот перо как раз давайте добавим немножко. Это свежий перец, камбоджийский, мягкий, который привозит там нам друг один. То есть перец, он такой же точно, как и все остальные, только к нам приходят в виде специй перец высушенный, а этот не высушен, это засоленный. Он мягкий. И он дает очень такой, знаете, интересный вкус. Я его иногда использую как вкусовую добавку, потому что он прям... Эфирные масла у него еще в полной мере сохранившиеся, в отличие от сухого. У сухого ароматика там другая немножко. Она из-за... Сама мякоть пахнет, да? А здесь еще к мякоти прибавляются эфирные масла. Очень крутая тема. Ну, не купить нигде, но здесь в Москве где-то можно порыться найти. И оливковое масло. Жижа у нас полностью готова. А это к ней, в общем-то, некий топпинг, который по всем канонам гаспачо-создания должны быть в этом супе. Все. Вот, ну, нужно перемешать с маслом, с перцем. Эту штуку я даже не солю. Что ее солить? Там у нас все достаточно. А это у нас хрустяшка будет. И остался совсем последний ингредиент. Черствый хлеб. Реально черствый. Я даже, ну, не вру. Нашел. У меня тут три дня он валяется в бумажном пакете. Он еще не совсем засох, так что у меня есть шанс. Что было вкусно, как с костра. Знаете, хлеб на костре в детстве пекли. Такая же штука. Ну, один-два раза. Часто я сам не люблю пользоваться этим приемом. Один-два раза. Да, как на костре, на палке. Жжете. Жжете. Не на углях. Да, даже если на углях, хлеб там моментально горит. Все. Несколько листочков у нас тут для украшения есть. Беленьких сельдереевых есть. Теперь хлеб опускаем прямо сюда, чтобы он уже размокал. Вот так. Теперь добавляем сюда овощи. Добавляем сюда листочки сельдерея. Все, гаспачо готов. А, нет, важный момент. Один обязательно маслице. Пальчиком зажимаем, чтобы у нас здесь капельки были прям сверху супа красивые. Можно на хлеб немножко сбрызнуть. Тоже супер получается. Все, теперь все готово. Ну что ж, все. У нас тут и хлебушек даже размок. И что у меня тут еще было? Остатки. Да, вот этого всего. О! Маслица. Пора пробовать. Ну, вот смотрите. Если вдруг у вас возникает вопрос. Что я сделаю, что не так? У вас есть два варианта. Первый вариант. Вы застряли в своих шаблонах. Во-вторых. Вы никогда не пробовали вкусным гаспачо. Итак, без номера. Сделайте это, и вы поймете, что вот этот гаспачо самый вкусный из всех, которые вы когда-либо ели. Потому что вариантов других не может быть, не было и не будет. И смотрите, самое главное, что я так люблю делать гаспачо. Я понимаю, что у многих там есть свои стереотипы. Но это реально вкусно. Больше говорить ничего не буду. Скажу только приятного аппетита. Скажу только, что прежде чем говорить, что что-то не так, сделайте и попробуйте. У меня супруга ест его через день, потому что она говорит, блин, сделай, пожалуйста, еще как ты делаешь. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok